За сутки в регионе зарегистрировано 626 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 272 из них в Самаре. Об этом стало известно на расширенном заседании городского штаба по борьбе с COVID-19 с участием заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова, министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, главы Самары Елены Лапушкиной, представители Роспотребнадзора, руководители департаментов и администрации внутригородских районов. Специалисты Роспотребнадзора оценивают эпидситуацию как нестабильную, а значит рисковать здоровьем детей нельзя. Городским штабам поручено перевести учеников 6-10 классов на дистанционное обучение. Мера вступит в силу с 6 октября и продлится две недели. Это та группа детишек, в которой регистрируется наибольший прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И в частности в группе 15-17 лет он достигает 48% по сравнению с предыдущей недели. Именно это являлось главным основанием для принятия подобного решения. Эти две недели власти будут мониторить эпидситуацию и принимать решения о формате обучения уже для младших классов. А пока очное обучение будет проходить с ужесточением мер эпидконтроля. О необходимости напоминания жесткого входного контроля. И даже если педагог в течение дня видит, что ребенок приболел, что есть кашель, есть насморк, ребенку не здоровится, конечно, его надо отправлять домой, связаться с родителями, предупредить и отправлять домой. Меры по борьбе с коронавирусом комплексные. Городским штабам поручено усилить контроль за масочным режимом в общественном транспорте. Пристальное внимание уделяется соблюдению всех противоэпидемических мер на предприятиях и в торговых центрах. А именно термометрии, ношению масок, наличию санитайзеров и разметки социального дистанцирования. На нарушителей, как покупатели, так и юрлиц составляют протоколы. Потому лучшим решением защитить себя в этот непростой период остается вакцинация. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События.